Виртуальный доход, пресечен нелегальный бизнес Бобручанки. Занималась незаконным оборотом криптовалюты. Какое наказание заработала? Искра в ночи, в городе на выходных горела квартира и машина. Если вы стали очевидцем пожара, немедленно звоните 101 или 112. Что оставила после себя стихия? С ветерком нетрезвый подросток попал в ДТП на рабочем авто отца. Чем все закончилось? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Нетрезвый Бобручанин сорвал государственный флаг. Возбуждено уголовное дело. По информации следствия, вечером 15 сентября 26-летний местный житель зашел в бар, где решил культурно провести вечер. Спустя пару часов в магазине напротив он заприметил развивающийся белорусский флаг. Недолго думая, мужчина сорвал с колонны торгового объекта символ. Силы и роста пьяного дебошира хватило, чтобы вырвать флагшток с корнем. Подвиг не остался незамеченным благодаря камере видеонаблюдения. Спустя несколько дней героя задержали прямо на работе. В отношении жителя Бобруйска возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственными символами». Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Беречь как зеницу ока. В Кличеве погиб малыш. Инцидент произошел около полудня. Во дворе одного из частных домов утонул двухлетний мальчик. Накануне, как выяснилось, дети выкопали яму глубиной 59 сантиметров, в которой после дождя осталась вода. Младший ребенок во время игры оступился и упал вниз головой. Малыша из воды извлекла мать, однако спасти его не удалось. Медики констатировали смерть. Техника с огоньком. В Бобруйске на выходных горела квартира по бульвару Приберезенскому. Ночь 16 сентября началась с тревожного звонка. Пламя охватило холодильник на кухне. К моменту прибытия огнеборцев в жилище создалось плотное задымление. Спасатели моментально ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. А вот бытовая техника восстановлению не подлежит. Также закопчены стены, потолок в квартире и подъезде. Предполагаемая причина – короткое замыкание электросетей и оборудования. МЧС напоминает правила использования электроприборов. Тщательно изучите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее требования. Не забывайте протирать пыль с задней стенки холодильника, а также выключать все электроприборы из сети, уходя из дома. МЧС напоминает, если вы стали очевидцем пожара, немедленно звоните 101 или 112. В этот же день в 8 вечера загорелся автомобиль по перилку Чайковского. Спасатели оперативно укоротили стихию. В результате поврежден двигатель, панель приборов и лакокрасочное покрытие. К счастью, никто не пострадал. Причина устанавливается. Виртуальные деньги – реальное наказание. Оперативники прикрыли нелегальный бизнес. 30-летняя жительница Бобруйска промышляла незаконным оборотом криптовалюты. С апреля по август женщина в качестве посредника продавала биткоины на биржах. Размер нелегального оборота – почти 440 тысяч рублей. В соответствии с декретом президента о развитии цифровой экономики для физических лиц, нерезидентов парка высоких технологий, предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена. В отношении фигурантки составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Криптовалютчице грозит штрафы обращения в доход государства всей заработанной суммы. Взяли ключи, пока родители спали. Нетрезвый подросток попал в ДТП на рабочем авто отца. Авария произошла в 3 часа ночи. 17-летний могилевчанин не справился с управлением, в результате чего газ опрокинулся. Как пояснил юноша милиционерам, он выпил пиво с друзьями и решил завести их домой. Виновник ДТП отделался ушибами, а пассажиры с места происшествия сбежали. Молодому человеку грозит ответственность за пьяное и бесправное вождение, а также за совершенную аварию. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю.